друзья здравствуйте вы на канале лана кора с вами светлана и сегодня у нас прекрасная погода а что это значит а это значит что мы приехали показать вам очередной район города люблина я знаю что в данный момент очень много людей почему-то интересуется именно люблина поэтому мы продолжаем вас радовать новыми районами и данный район находится рядом с заливом зомборжиски пойдемте я вам все покажу один огромный плюс этого микрорайона в том что здесь отличное транспортное сообщение несмотря на том что это окраина вы можете здесь лицезреть целых 7 транспортных средств ну а вот идет мой автобус я поехал как вы видите нам все же удалось прорваться на эту территорию и мы уже находимся на внутреннем дворе двор ухоженный приятный здесь можно прогуляться вечером вся территория подсвечивается что немаловажно ну и как видите много лавочек и зелени пользуясь случаем раз уж мы попали в этот район здесь гуляли то заметили такую новость пропал котик и вдруг всякое бывает кто-то из вас видел и поможет найти номер телефона владельца указан ну вот и из внутреннего дворика мы с вами направляемся к детской площадке по ходу движения у нас встречают такие красивые беседочки я думаю здесь очень комфортно провести время в жаркий денек они конечно не совсем закрывают от солнца но тем не менее какой-то день о тенечек нам будут давать площадка как вы видите площадка достаточно новая я бы сказала что эта площадка она больше для детей младшего школьного возраста но наверное огромный плюс вообще польши в том что любой комплекс будь он новый или старый имеет свою детскую площадку иногда эти детские площадки вообще похоже на полный развлекательный детский комплекс поэтому как бы здесь в польше с этим проблем абсолютно нет застройка не многоэтажная в данном доме только четыре этажа находится поэтому вы можете сверху лицезреть что в одном подъезде обычно находится 15 квартир но вы смотрите как мы уже сказали в польше один и тот же район застраивает разные застройщики по левую руку у нас видно четыре дома четырехэтажных с низкими балконами но они идентичны отличаются лишь какой-то какими-то небольшими элементами один дом желтый другой зеленый но дома одного типа это один застройщик если же мы будем идти дальше и смотреть по другую сторону с правой стороны у нас также четырехэтажные дома четырехэтажная застройка возможно уже пошире балкона они уже стеклянные они деревянные и уже можно наблюдать что все-таки были спроектированы другим человеком и построены новым застройщиком на территории жилого комплекса как вы видите находится специально оборудованное место для велосипедов здесь можно его оставить и не бояться за его сохранность но если вы все же боитесь то можете пристегнуть хотел бы еще обратить ваше внимание на то что практически в каждой жилой застройки в польше находятся детские частные садики как здесь они называются жлобками очень удобно не надо тратить время спустился в тапочках отвел ребеночка в садик и отдыхаешь себе также с правой стороны вы видите парковочку она частная места здесь написано вы видите приватное что значит что за него платят для тех кто желает побольше комфорта существует конечно же и подземный паркинс которого можно на лифте подняться прямо на свой этаж вот что интересно смотрите с одной стороны у нас находится дом который огражден железным забором другой стороны у нас находятся дома которые ничем не ограждены но даже на первый взгляд бюджет их очень разница тот дом выглядит очень дешевым хотя я думаю что влюблене вообще нет дешевых домов но эти дома они выглядят намного дороже тем не менее люди не прячут себя за железный забор что очень нравится то что балконы просто огромнейшие на этих балконах вот только посмотрите у людей диваны гамаки какие-то насаждения просто можно выйти даже по балкону вот так вот ходить и гулять и наслаждаться прекрасной погодой ребята а еще доказательство того что здесь так тихо мирно и спокойно можете наблюдать вот стоит автомобиль он просто открыт окна открыты все открыто гулять не хочу а что еще можно посмотреть то что практически все парковочные места они пустуют но я думаю скорее всего это связано с тем что дома не совсем построены еще я имею ввиду квартиры еще не все заселены дом недавно совсем построен поэтому очень много свободных мест сейчас идите за мной я вам покажу другую сторону медали у не очень приятное зрелище смотрите огромная просто гора мусора но я думаю что в этом месте скоро будет очередной прекрасный дом который будет своим видом радовать жителей этих балкончиков знаете каким бы прекрасным не был этот район здесь рядом есть кое-что поважнее и это кое-что максимально дорогими делает квартиры в данной местности наше кое-что находится там и мы сейчас туда поедем а вот это прекрасное место о котором мы вам только что говорили это залив зимбожицкий который находится буквально в 300 метрах от района который мы вам только что показали здесь даже в такую погоду сейчас очень много людей вы представляете какой здесь движ париж будет в летнее время когда будет солнце и жарко здесь если вы еще не видели мы вам еще раз прикрепляем видео где-то здесь вверху а заливе мы уже снимали сколько здесь людей отдыхают летом это не передать если бы еще не карантин то можно буквально полюбоваться природой можно понаслаждаться аттракционами здесь даже находится аквапарк летний тарзанки для детей и очень 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 много развлекательных программ проходит поэтому вы теперь понимаете почему же квартиры рядом с заливом стоят так много денег а